Здравствуйте! Это программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, это будет вкусно, полезно и интересно. А изучать и осваивать новое блюдо сегодня мы будем с Екатериной Кнап, пиар-директором туристической компании «Фрегат Аэро». Екатерина, привет! Мы знаем, что «Фрегат Аэро», я думаю, каждый знает эту компанию, это одна из старейших, не побоюсь этого слова, компаний у нас в городе. Так и есть. Так и есть, расскажи об этом. Почти 30 лет уже компания «Фрегат Аэро» открывает красоту мира для путешественников. И нет такой точки на карте вообще и на глобусе, куда мы бы не могли отправить наших туристов. И при этом это речь не совсем о стандартных каких-то вещах. То есть мы можем воплотить любую идею. А если нет этой идеи, собственно, мы ее и подскажем. Я не знаю, хочешь пообниматься с пингвином, например. Если даже нет идеи, но ты просто хочешь что-то необычное, можно прийти и просто сядем вместе, все это разберем, придумаем. Потому что наши сотрудники, наши менеджеры, я не могу... Это наши путешественники. Они всегда придумают что-то новое. И это путешествие всегда будет под сопровождением наших менеджеров. Если честно, я не знала, что именно конкретно во Владивостоке можно получить такую услугу, да, помощь, даже, наверное, лучше сказать, помощь. Но я знаю, что это не единственная ваша изюминка. Расскажи, какая еще есть? Наша изюминка вообще считается, конечно, авторские туры по Азии, в частности, Китай. И морские круизы, и отдых в других европейских странах. То есть вот это считается изюминкой, потому что подходим нестандартно, подходим всегда изнутри. И если ты думаешь, что ты знаешь Китай и про Китай все, ты действительно ошибаешься. Это просто можно зайти на наш сайт, почитать статьи. Например, у нас есть замечательный экскурсовод, гид, гений, я считаю, этого направления Елена Чудинова. И ее авторские статьи много тебе расскажут, например, про Китай. Но это только одна часть, мир огромный, и в любой части света у нас есть такие истории. Это очень интересно, я думаю, вот лично я сейчас очень сильно захотела отправиться в путешествие. Но мы сейчас отправимся с тобой в такое гастрономическое путешествие, я бы сказала. Сегодня у нас блюдо простое, на первый взгляд, но его приготовил для нас шеф-повар Максим Прокофьев. И я уверена, что это авторское что-то там будет, да, какой-то секрет. Вот, предлагаю его попробовать. Это, как видишь, цыпленок с овощами. Давай, ну это что-то из Франции. Давай, продегустирую. Возможно. Ты сама часто готовишь, любишь это делать? Хороший вопрос. Готовишь и любишь это делать. Иногда люблю, когда люблю, тогда готовлю. Вот так. То есть, ну нет такого, что каждый день приходишь. Нет, такого нет. Слава богу, у нас современный мир. И, в принципе, можно сходить куда-нибудь в кафе, либо как минимум сделать доставку себе. Но открывать что-то новое, это всегда классно, это всегда здорово. Ты наверняка много путешествуешь. В какой стране твоя любимая кухня? Моя любимая кухня? В той стране, где я еще не была. Каждый раз ты предпочитаешь заводить новое блюдо в новом путешествии, да? Да. Так и есть. Потому что я для себя когда-то открыла Корею, когда-то открыла восточную кухню, европейскую, то есть баварскую, да, назовем ее так, может быть. Эти нюансы есть в каждой стране, и действительно, это просто нужно ехать и пробовать. И этих стран 193, если мне не изменяет память, это представляю, сколько можно нового попробовать. Пока мы продолжаем пробовать это замечательное, вкуснейшее блюдо, я предлагаю телезрителям посмотреть, как шеф-повар Максим Прокофьев его готовил. Партнер проекта «Восемь вкусов» – летняя терраса «Соль» – большой светлый ресторан с видом на море. Здравствуйте, меня зовут Прокофьев Максим, и сегодня для вас я приготовлю пряную курицу с запеченными овощами. Для этого нам понадобится половинка цыпленка, курицу разрезаю напополам и будем убирать из нее кости, для того, чтобы она лучше пропеклась. Сейчас вырезаем здесь хребет возле грудки, оставим только одну ножку на кости, остальное мы все уберем. Вот получилась у нас вот такая курица, косочка всего лишь одна. Сейчас мы ее замаринуем, солить можно обильно, курица все равно возьмет столько соли, сколько ей понадобится. Добавляем перец, молотый кориандр. Можно использовать семена, просто порубив их ножом, и семена укропа. Их можно порубить. Чтобы они лучше впитались в курицу и насытились пряным ароматом. Добавляем оливковое масло. Можно использовать и соевое масло, можно использовать и подсолнечное масло, и растительное. Я использую для оливкового масла, мне оно больше нравится. Ставим на минут 20 помариноваться и подготавливаем овощи для запекания. Берем морковку, отрезаем лишнее. Морковка мытая, поэтому я ее не чищу. Разрезаем на 4 части. Берем миску. Также нам понадобится картофель. Беру всегда среднего размера. Моем его, режем напополам. Картофель молодой, готовится будет очень быстро. Берем соль, перец. Оливковое масло. Перемешиваем. И ставим на гриль. Курица у нас уже готова. Можем тоже ставить на гриль. Будем жарить ее минут 20, переворачивая с двух сторон. Достаем овощи с гриля. Берем фольгу. Выкладываем овощи. Курицу переворачиваем. Берем сливочное масло. Буквально грамм 20. Перемешиваем, чтобы они пропитались. И закрываем фольгой. И убираем. Они будут дождаться приготовления курицы. Прошло 15 минут. Мы достаем курицу. Если бы мы кости не доставали, то курица бы готовилась на минут 15-10 дольше. Открываем наши овощи с фольги. Они уже дошли. Выкладываем рядом с курицей. Я сегодня использую дайкон. Все. Приятного аппетита. Время всегда вкусно. Продукция собственного производства Реми. Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Реми всегда выгодна. И мы приступаем к приготовлению блюда с интригующим названием Баба Гануш. Но перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что наш партнер сеть супермаркетов, доступных цен Реми, сегодня также предоставил нам часть продуктов, каких нам расскажет Максим. Максим, вам слово. И, конечно, расскажите о блюде с таким интересным названием. Сегодня мы готовим Баба Гануш. Это блюдо восточной кухни. Как правило, его едят в основном в Израиле. Это смесь, считается Баба Гануш, это смесь из запеченных баклажанов, тахиновой пасты и зиры. Катя, я знаю, что ты даже подготовилась и прочла легенду об этом блюде. На самом деле, видимо, легенда немножко не про Израиль, а про восточную Турцию, по-моему. Восточную кухню, да, восточную кухню. Что это блюдо просто приготовили где-то в жаре, когда не было практически ничего, и дали монаху. Но монах не стал есть, что удивительно, а поделился этим блюдом со всеми своими прихожанами. Прихожане были очень голодные, они его отблагодарили и назвали это блюдо в честь, собственно, пастора. Пастора Гануш. Да, его звали Гануш, а баба это означает, ну, как папа, отец, отец, отец Гануш. Да, вот, то есть такая вот легенда. Но есть еще одна история, вторая, что в семье супруга приготовила, получается, баклажаны. И спалила их, забыла, прием на плите. Муж, собственно говоря, озлобился, начал на нее кричать. Она, чтобы исправить эту всю ситуацию, взяла, почистила их от кожуры, перемешала, собственно говоря, со специями и подала мужу. Ну, соответственно, отца звали Гануш, от этого пошло название Баба Гануш. Мне кажется, вот это правдивее история. Темперия легенда. Та более такая романтичная, живая, да. Сейчас будем полить баклажаны. Ага. Возьмем. Так, нам их нужно, наверное, порезать, почистить. Ну, надо их порезать на вдоль. Катя, на тебе. После этого мы его насекаем вот так. Соль, перец на них. Оливковое масло. Маринуем, получается. Да, маринуем. Обильно. А давайте Кате дадим размешать. Массаж баклажанчик. Вы давайте нам задание, Максим. Мы будем выполнять под чутким вашим руководством. Почистить гранат? Попросила. На свою голову. Сейчас будет Баба Гануш 2. Я что-нибудь испорчу, и родится новый рецепт, наверное, какой-то. Кать, хочется поговорить про гастротуризм. Потому что, конечно, что мы делаем в путешествиях? Мы гуляем, смотрим достопримечательности и, конечно, знакомимся с национальными кухнями. Ну, вот сейчас, когда рассказали, что это блюдо из Израиля, я прям вспомнила историю, когда первый раз побывал в этой замечательной стране. Путешествия, да, всегда открывают ее с разных сторон, неожиданных. И мы попали как раз в октябре. Там очень хороший сезон, бархатно не так жарко, прекрасно все, море теплое. Но в этот период очень много праздников в Израиле. А праздник в Израиле – это означает, что никто не работает. Ничто не работает. Какая прелесть. Да, соответственно, поесть тебе очень сложно. Даже Макдональдс, я тебе скажу, не работает. Но, знаешь, как мы вышли из этого положения? Это было просто наши азиатские корни дали себя знать, потому что мы по запаху нашли китайскую кухню. И китайская кухня работала. В Израиле. В Израиле. И там была очередь просто из людей, которые, ну, естественно, где мы еще поесть. Ну, тем не менее, в Израиле мы попробовали очень много необычных для нас тоже блюд. Поэтому, как это ни банально, хумус. То есть они сами его готовят, домашний? Сами готовят, причем это абсолютно разное. Его можно есть совершенно по-разному. Закуска на утро, вечер, в любой день ты можешь его брать. А тебе нравится там хумус? Уже да. В первый раз мне очень не понравился. Там еще очень много вот этой кошерной еды. Я тоже не могла понять, что это. И до сих пор, честно говоря, не понимаю, что такое кошерная еда. Я тоже. Вроде бы такое странное понятие, кошерная еда. Кошерная, это, по-моему, правильная еда. Правильно. Вот что в ней правильного? Правильно в том, что... Там нет креветок и сыра. Вот это правильная пицца считается у них. Ну, у них принято, что если кошерное мясо, это значит мясо убито ножом. Ну, я точно знаю, что там нет морепродуктов. Морепродукты не кошерные. Вот это вот была, честно говоря, печаль для нас, конечно, да. Ну, тем не менее. Естественно, мы попробовали шакшуку. Естественно, мы... Шикшука? Шакшука. А, шакшука. Это что такое? Яичница, где очень много-много яиц и очень много-много помидор. Мы очень долго искали настоящую шакшуку. Нашли ее при городе Тель-Авива. Там на самом входе старый город Яфа. И там огромное-огромное помещение, очень много людей. Мы сразу поняли, что раз тут много людей, значит, тут вкусно. И просто приносят... Мы заказали две шакшуки, но мы же голодные с утра. Нам приносят просто на компанию огромных человек, там, 10, наверное, блюдов большое. То есть ты одну съешь максимум, а потом и все. И вот такие вещи просто нужно тоже знать. Вот реально, что там большая порция, что еще что-то. Конечно, нюансов много. И когда едешь в другую страну, мне кажется, что первое, что-то нужно делать, это искать какую-то местную еду. Это нормально. Попробовать что-нибудь новенькое. Новенькое, да, и оригинальное, возможно, да. Ты это пробовал здесь, но тебе хочется попробовать это из первых рук, что называется. Но я правильно понимаю, что вы такие туры организовываете? Именно гастротуры. Гастротуры. Есть даже туры, например, если ты хочешь научиться что-то готовить. Я не знаю, какой-нибудь соус или пасту настоящую, или настоящую пиццу. То есть это все можно организовать. Ты действительно придешь, все это приготовишь, все это поешь, запомнишь на всю жизнь, какие нужны ингредиенты и так далее. Это делается. Но гастротуры можно сочетать с событийными турами, да, в то же самое время. Чтобы ты просто ехал, не все любят сидеть без дела. Конечно. Ну, просто на пляже. Ну, понятно, день, ну, хорошо, два. Но я знаю очень много людей, которым просто хочется понять и попробовать все, хотя ты ничего про это не знаешь. Вот, собственно, этим мы и помогаем. Мы находим какие-то интересные события, в зависимости от пожелания, от сезона. То есть там действительно какие-то блюда. Можно это какое-то мероприятие, можно организовать. Я даже не только про свадьбу говорю. Про любой, там, 150-й день вашего знакомства, к примеру, да. Как интересно. Лишний повод появляется. Да, еще очень интересно, знаешь, какая вещь, что многие люди стали задумываться о своем роде, о том, откуда они родом, корнем. И очень много же людей разбросано по всему свету. Вот эти какие-то исторические вещи тоже мы можем помочь найти. То есть такой спектр интересный. Не хочется, хотелось сказать услуг, но мне кажется, не услуги, это такая помощь, наверное, в построении правильного путешествия. Это самое интересное, потому что это нестандартный маршрут. То есть понятно, что есть, знаешь, как у пус, есть ниточка, и на нее нанизываются бусинками какие-то события. И в итоге у тебя получается такое вот украшение, которое просто ты на всю жизнь потом уже хранишь. То есть мы все на себе пробуем и действительно рассказываем важные моменты. То есть наши менеджеры действительно предлагают только то, что знают сами. То есть любой маршрут, который у нас появляется, в первую очередь обкатывается на своих же людях. Ой, как вкусно, мятой запахло. Чувствуешь? Очень хорошее сочетание. Я чувствую пока чеснок. А я чеснок как-то не очень, а вот мяту, да. Сейчас еще пойдет зерану, да. Кать, немножечко хочу ненадолго отойти от темы путешествий. Ты очень такой разносторонний человек. Ты еще и 17 лет. 17 лет на радио. Радио ведущим работала. Расскажи, потому что работа безумно интересная. Я даже не могу сейчас опять отойти от темы путешествий, потому что буквально недавно мы провели радиомарафон о путешествиях как раз-таки. Вот так. Это была одна из таких историй, когда ты смотришь в детстве какой-то фильм, даже не в детстве, в любом возрасте, и вдруг этот фильм воплощается в свою жизнь. Я сейчас про фильм «День радио». Вот если ты смотрела этот фильм, да, вот это просто, вот это жизнь. Это действительно так, и этот марафон, собственно, показал, что насколько все получается живо, по-настоящему, когда ты даже не особо можешь подготовиться к нюансам. Потому что прямой эфир, мы сейчас вот снимаем программу, мы можем что-нибудь вырезать, да. Я могу сейчас сказать стоп, стоп-кадр, я не хочу больше, да, что-то говорить. Или я хочу переговорить. Да, я по-другому сейчас это все скажу. Мы переживаем, но за другое. Ну вот вот эти вещи. А прямой эфир радио, ты его никуда не уберешь, не сотрешь. И этим он вообще салопом прекрасный. Спалили баклажаны? Спалили? Прямо смотрели. Ну, не до конца, так. Красивые. Как-то красиво вы их, Максим, спалили. Профессионально. Мы же профессионалы, мы же можем работать в любом состоянии. Это просто цитаты этого фильма, они теперь тоже в моей жизни. А попала я на радио, да, в 17 лет. Мечтала быть диджеем и звукорежиссером. Собственно, я была первой девочкой звукорежиссером радио. На тот момент еще ОК студия, если кто-нибудь помнит. Да, да. В 177 FM, как сейчас помню. И на меня ставили ставки, сколько дней я продержусь в этом жутком коллективе. Но ты не сдалась. Нет. Я даже премию получила когда-то. Ты просто, когда смотришь, что происходит на самом деле в студии, ты удивляешься. Ну, раскрой нам вот этот вот секрет, потому что, конечно, мы же только слышим. Главный инструмент радиоведущего – голос. Голос. А что происходит за кадром? Я знаю эти истории, потому что сама работала с коллегами, присутствовала на радиоэфирах. И, конечно, я догадываюсь, что там происходит. Но вот Максим телезрители, может быть, не знают этих замечательных казусов различных, необычных ситуаций. И все сотрудники, по-моему, радиостанции обожают друг на другом подшутить. Потому что это действительно проверка, насколько ты профессионал. И была действительно такая история, когда у нас пришла девушка читать новости. Обычно приходит человек, то есть идет, допустим, дуэт работает, ведущий звукорежиссер, либо два ведущих звукорежиссера. У них есть сценарий определенный, написанный, от которого, естественно, все отклоняются. И в какой-то промежуток приходит радиоведущий, который читает новости, диктор. Эти люди обычно серьезные, у них серьезная информация, им не до шуток. Так вот, наша девочка однажды спряталась под столом диктора. А темно в студиях, обычно полумрак. Девушка садится, включает микрофон, все готовится, начинает читать новости. И просто она потом расскажет, меня хватают за ноги. Кошмар какой. А я сижу за стеклом, я вижу ее глаза, я думаю, так, вроде все в порядке. Музыка идет, новости идут, все хорошо, волна не пропала. И она вот с этими глазами, не меняя интонацию, дочитывает новость. Мы выходим из эфира. Самое интересное происходит, когда ты убираешь фейдер, и просто идет музыка. И у них началась настоящая драка. То есть она лезет под стол, вытаскивает эту девчонку. Ну, смешно, весело, но тоже таки. То есть это правда, как Филипп День Радио, да, как они пошучили друг на друга? Ну, Екатерина же говорит, что это абсолютно так и происходит. Особенно весело, как ты закрываешься в одной части студии, а в другой студии... С ума сойти вообще, да. А в другой части происходит, собственно, эфир. Потому что, когда у тебя закрыта дверь, ты можешь делать все, что угодно. А люди тебя видят, и не рассмешиться тебе невозможно. Мы изображали там и пожар, помню, и там все, что угодно, чтобы просто вывести из вот этого состояния. Берем ложечки, подготовил, и начинаем. Туда, да, это все? Главное не повредить кожу. Аккуратненько так снимаем. Прямо на доску пока, да? Прямо на доску, да. А у меня повредилось. У нас есть запасной, случайно. Запасной баклажан. То есть кожица должна остаться? Да, вот так должна остаться. Очень горячая, осторожно. Максим, а у вас какая-нибудь любимая кухня или блюдо какое-то, любая кухня, какое-то определенное любимое есть? Любимого такого прям блюда? Ну, конкретно нет. Я люблю простую домашнюю кухню. Жена готовит, не заморачивается. Так интересно, что все повара говорят, вот, ответ на этот вопрос один. Я люблю простую кухню. Я не думала, это такой лайфхак, выйти замуж за повара и все, и прекрасно жить. Ну, это жена мечтала выйти замуж за повара. И готовит ему простую домашнюю еду, да? А я уже туда положила. Ну, ладно, ладно. У нас даже был один забавный случай, да, простит меня жена. Когда мы только познакомились, она решила меня удивить омлетом. Говорит, я тебе приготовлю омлет с крабовыми палочками. Ну, собственно говоря, приготовила, только она вместо масла налила туда мед. И с утра решила меня удивить. А у нас случайно? Ну, там рядом стояло масло и жидкий мед. Она просто взяла, думала, ну, масло. И добавила, собственно говоря, туда. Ну, мне кажется, сюрприз удался. Ну, да, я так поморщился, поморщился. Это был самый необычный, да, наверное? Да. Завтрак в вашей жизни, Максим. Я специализируюсь в разных кухнях. Вот, в последнее время я специализировался в итальянском формате. Работал и с немецким форматом, и с пабом, и с фастфудом даже поработал. Сейчас мы открываем ресторан русской кухни, соответственно, буду специализироваться по русской кухне. Завтра, что это тоже похоже на икру, да, наверное, баклажан? Да. Да? Ну, что такое? Заморская. Вы не представляете, какой сейчас аромат пахнет? Очень необычно. Жаль, что телезрители почувствовать его не могут. Это даже какой-то ореховый запах появился. Ореховый запах, да. А, это из-за пасты, да? Из-за пасты, да. В оригинале сюда идет ахиновая паста. Это кунжутная перебитая паста. Но проблема в том, что у нас в Аудиостоке тяжело ее найти. Нет оригинального, они какие-то поделочные. И вот вы ее чем-то заменили, да? Я заменил обычной, вот, китайской, грубо говоря. Она такая же, если эта смесь арахисовая и кунжутная паста. А можно по-нибудь? Да, конечно. Жидкое, даже жидкое, да. А вот, получается. Ну, пахнет, как арахисовая паста. Как арахисовая паста. Да. Только есть в магазинах, продаются арахисовые сладки, которые американцы мажут на хлеб. Это без сахара. Нет, правда. Это чисто перебитые орехи с пастом. Я знаю, что у тебя есть интересные планы, интересные идеи. Они тоже касаются путешествий. Мы так сегодня немножечко, готовя еду, путешествуем по разным странам, рассказываем различные нюансы. Расскажи, что это за идеи, что это за планы. Любое путешествие – это тоже как блюдо. Там есть какие-то ингредиенты, ты их собираешь, и в итоге получаешь итоговое, что-то уникальное чаще всего для себя. Потому что в любом случае у каждого даже эта баба-гануш прекрасная будет своеобразна. По-своему приготовлена. Да, и сейчас есть одна из… Это одна из мыслей таких, что я очень люблю концерты, музыку. И я думаю, что не я одна такая в своей жизни. Я думаю, мы с Вашимом тоже, да? И очень много у меня стало людей в окружении, которые ездят специально куда-то на концерты. Потому что Владивосток, к сожалению, пока не готов принимать Мадонну, например. И поэтому люди летают в разные страны. Но узнают чаще всего за один день до или за два дня до. То есть ты просто… Абсолютно согласна. У меня была такая история. Я успела слетать на Металлику, да, но узнала совершенно случайно. Совершенно случайно где-то. Если бы я пропустила, я бы себе не простила, конечно. Да, поэтому мы сейчас готовим такой проект именно музыкальных тоже туров. Музыкальных гастротуров. Почему? Это та же самая, как кухня, да, идет. Потому что в мире происходит очень много событий. У нас в доступе Сеул, у нас в доступе Токио. Эти точки просто притяжение мировых звезд, фестивалей и так далее. И можно въездить туда, совмещать приятное с полезным. Абсолютно согласна. Я хочу сказать, что не нужно бояться. Некоторые думают, что за границей это все дороже, сложнее. И летят, ну, например, в Москву, в Петербург. На самом деле нет. Дороже слетать все-таки, как бы это печально не звучало для нас, в столицу нашей родины. Да. Нежели в Сеул, который час сорок. Ты там, ты смотришь страну, ты знакомишься с кухней. И ты еще и на концерт любимой группы попадаешь. А вопрос в том, чтобы узнать об этом в концерте, не следить постоянно самому. Узнать, чтобы приобрести биле. Это чтобы самому не волноваться, да, за то, что этот билет настоящий. Да, это было очень, да. Потому что сколько таких историй в жизни, когда... Ну, у меня, по крайней мере, две было таких историй в жизни, когда я покупала билеты у перекупщиков. Это конкретно была Мадонна, это конкретно была Москва. И на входе в зал мне говорят, это не настоящий билет. А ты за него заплатил там по тем временам ползарплаты практически, да. Это было ужасно, да. А ты попала на этот концерт? Я умолчу, каким образом это получилось. Все-таки я туда попала, да. Но, тем не менее, вот это страх, конечно. Страх, и с этими страхами мы можем помочь легко. Согласна с тобой, я помню, что пока мы... Ну, билеты же приобретаются онлайн, безусловно. Часто, да. Да, и пока ты вот в руку, вот ты уже там, ты понимаешь, что ты так близко к свершиться, ты увидишь любимую группу, но пока ты этот билет в руки не взял, конечно, это очень волнительно. Поэтому, если будет такая возможность избавиться от этого волнения, на что я хочу полететь... Ой, да я много на что хочу, я не знаю. Надо на Мьюз. На Мьюз, на Мьюз я летала. А, ты летала на Мьюз? На Мьюз и летала в Москву, да. Взял лаваш, сейчас мы его подсушим на гриле, чтобы он был хрустящий. Просто бабагануш обычно едят либо с хлебом, либо с какими-то чипсами. Кто-то кукурузный использует, мы сегодня будем использовать с лаваша. У нас прям ПП такое будет. Да. Сейчас они подсохнут. Возможно ли это блюдо приготовить без... Да, я дома люблю готовить его в обычной духовке. В духовке, да, можно? Времени, конечно, на это потребуется больше, но при этом это можно все сделать. Так что не бойтесь готовить бабаганушку. Да, а чипсы можно купить уже готовые, любые. Вот они в стали у нас. О, красота какая хрустящая, легкая. Мы сегодня покажем ресторанскую подачу. Дома можно не использовать кожуру, просто взять обычную какую-то емкость, туда добавить всю эту массу. По-своему бы разложить. На самом деле это очень важный тоже момент. Допустим, я прилично, говорят, готовлю, но вот именно вот это оформление, как ее подать красиво, мне кажется, что я бы этому хотела тоже еще научиться. Да, это очень интересно. Ну и вообще эстетическое удовольствие всегда вдвойне приятно. Так, и... Да, берем гранат, чтобы добавить красоты. Правда красиво. Берем кинзу. Вообще в оригинале, после того, как мы сделали пасту, она должна хотя бы постоять минимум часа два. Ну, а лучше ночь, чтобы она прям прям схватилась. А когда она постоит, ее нужно подавать холодной лучше? Да, холодной. Холодной, да. Ну, у нас такая своя вариация, у нас будет теплая вода. У нас будет теплая вода. Господи, как это просто со стороны. Ити хрустит. Можно это сделать и так. Там, допустим. У нас получился парус. Трех парус просто. Можно просто рядом положить и подать. Все, Катя, сегодня научишься украшать блюдо? Будешь теперь дома, как всегда делаешь. Каждый день. Так, ну это было несложно. Хорошо. Дальше. Всегда хочется почему-то облезать ложку. Это как последний штрих. Я думаю, всегда так делаю, но в ресторане мы так не делаем. Слава богу. Так, дальше у нас. Посыпаем гранатом. Стакан. Действительно, мы их готовим, и я понимаю, что примерно вот так же все процессы в жизни совершаются. С чем ты украшаешь, что-то основное, что-то ты поджарил слегка. Что-то пробуешь, что-то не рискуешь попробовать. Что-то делают за тебя. Что-то делают за тебя, да. А как вам удобно? Можно листиком, можно веточкой? Я вот так хочу. Можно так. И украшаем. И лаваш. Лаваш. Спасибо. Ну все. У меня сердечко получилось, смотрите. О, это знак. Это очень хороший знак. А у меня вот так. И посыпаем паприкой для пикантности. Дать нотку копчения. Это самое опасное, мне кажется. А правда, что приправу нужно насыпать сначала в руку или там? Я никогда так не делал. У нас всегда специи стоят в каких-то емкостях. Берем ложечкой, либо есть специальные приспособления, как ситочкам. А, да, да, да. Как утро. Вуаля. Давай подождите. Самые главные. Максим? Оливковое масло. О, махнет потрясающе. Так, ну тоже Максим пусть льет, потому что. Так. Все. Ну что, будем пробовать? Ну, как правило, едят не ложкой, а едят чипсами. Натя так и предполагала. А можно я помогу так вот ложкой? Да. Не терпится попробовать, что-то у меня тонкие какие-то чипсы получились. Как вкусно. Очень нежное блюдо. Я в Израиле, мама. Вкусно. А холодное, наверное, будет вообще потрясающе. Да, холодное будет вкусно. Сверху можно еще посыпать кедровым орехом, грецким орехом, кешью. Я люблю лесной орех. Но с кислинкой, да, получается? Да, с кислинкой, да. И гранат еще, и лимон, да, там? Там лимон, да. Очень вкусно. Очень вкусно. Рекомендую всем попробовать. На самом деле блюдо несложное. Да. Приготовление, как может показаться на первый взгляд. В домашних условиях займет примерно на минут 30. Время всегда вкусно. Продукция собственного производства Рэми. Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Рэми всегда выгодна. Ну что, я вас поздравляю. Сегодня мы научились готовить баба гануш. Максим, огромное спасибо. Катя, тебе тоже большое спасибо. Очень интересно было с тобой познакомиться, пообщаться. Я надеюсь, что твои планы осуществятся в скором времени. Мы поедем на концерт, кого я еще придумаю. Тебе обязательно сообщу. Ну а вам, наши телезрители, я желаю приятного аппетита. И хочу напомнить, что это была программа «8 вкусов». Готовьте вместе с нами. Вкусно, полезно и интересно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова